То есть человек думает, бросать, не бросать, бросать, не бросать, работу, близкого человека, страну. Не надо ничего бросать. Вы хотите не жить вместе, уехать из страны? Никто вам не запрещает. Но вы сначала примите эту страну. Вот почувствуйте себя здесь хорошо. Это же психологическая вещь, это вас не означает, что вы вечно должны здесь жить, никто не заставляет. Но примите сначала страну, почувствуйте себя здесь хорошо. Почувствуйте радость на себя в Украине, в Одессе. Почувствуйте людей, радуйтесь людям, радуйтесь морю. Почувствуйте себя здесь хорошо. А потом решайте, ехать куда-то или нет. Вы скажете, ну это коню понятно, что мы потом уже не будем ехать туда. Ну если коню понятно, тогда что вам-то непонятно? Или, допустим, вы хотите бросить мужа. Ну хорошо, нет проблем. Но сначала нужно принять его. Это же ваша судьба, вам пришла. Ну примите вот его, простите его, переварите весь его характер. Что значит принять? А значит вы домой приходите и вы отдыхаете дома. Вам хорошо дома, потому что вы всех приняли. Все, вы со всеми согласны. Ну потратьте на это силы, время. Ну потому что если вы своего мужа не примите, бросите, то вы получите то же самое потом. Вы что думаете, от судьбы можете убежать? Этот таракан тоже на кухне так бегает от моей ноги. Он так ломанулся в другую сторону. Оп, опять нога. Нифига себе, что такое? Вроде бы от нее только что убегал. Вот потом раз, опять в другую сторону. Опять нога. Не понял, что такое? Бог находится в сердце, прямо вы от него бежите. Что он вам не найдет другого такого мужика, что ли? Да у него завались мужиков эти одинаковые все. Спасибо.